Этим деревьям не один десяток лет. Благодаря раскидистым кронам двор совсем не нового корпоративного дома всегда выглядел уютно и мило. Это все спильца. А нам так жалко. Мы 50 лет живем, это яблони, мы питаемся с нее. Вкусные яблоки. Но это все уберется. Вот боярышник. Я говорю, ну оставьте. Мы на лавочке сидим. Хоть солнца нет, она закрывает. Проект. Мы начали делать в день экологии, когда был праздник экологов. Они завели свою пилу, вот эту дружбу, и начали все пилить, все подряд. У меня там росли сирень, пионы. Вот у меня второй этаж. Все повыковырили и покидали вот сюда. Мне пришлось с лопатой бежать за дом пока, временно пересадить. Это что, это варварство, это нахальство. Местные жители давно обращались в разные инстанции с просьбами отремонтировать дорогу во дворе. Но таких перемен они никак не ожидали. Решили, что расширить дорогу, чтобы здесь еще машины ездили. Сделать стоянку. Вот там вот попилить деревья. И здесь еще попилить все. И сделать стоянку. Это что, правильно? Мы хотели, чтобы нам дорогу сделали. Вот за это мы говорили. Просили сделать дорогу. И давно уже просим. Вот в том доме сделали. У них все прекрасно. Ничего не ломали, ничего не пилили. Все сделали. А у нас, видите, все. И тем более обманным путем. Отсутствие зелени обещали компенсировать новыми высадками. Хотя жильцы с ужасом наблюдают за тем, как безжалостно уничтожается сирень, жасмин, пион, розы. Вскоре двор будет абсолютно пустым. Ничего не осталось от детской площадки, которая вполне устраивала всех. Согласно новому проекту, площадка будет совсем маленькой и расположится прямо рядом с парковкой. Двор был благоустроен. Что вот им понадобилось? Теперь вот они поковыряют все деревья, попилили. Тут голый. Вот первый подъезд. Вообще весь голый. Там такая была зелень, кустарник и все росло. Появление парковки – самое пугающее для жильцов нововведение. Против только единственная стоянка, чтобы не было. Машина будет рядом стоять, дыши тут. А стоянка будет однозначно. Уже сказали. Вот с той стороны она вот до этого условного дерева, которое спильно. В управлении энергетики и ЖКХ информируют. За благоустройство проголосовали 76% жильцов. Но мы во время съемки не встретили ни одного человека из этого большинства. 27 мая она назначена собрание жильцов. Когда объявлена кругом пантадемия, это кругом, да, запрещены всякие сбои. Она собрала собрание. В администрации города разъяснили, что работы по благоустройству на дворовой территории многоквартирного дома проводятся в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды города Рязани. Заявка на участие в программе поступила в управление 22 ноября 2019 года и содержала дизайн-проект благоустройства дворовой территории, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории и проектно-сметную документацию. Сообщается также, что собственники помещений на общем собрании могут принять решение о внесении изменений в дизайн-проект. В настоящее время работы приостановлены. За это время праздников 12, 13, 14 будут проходить несколько сходов подъездов. Значит, старший по дому проведет несколько вот этих сходов и мы в понедельник уже окончательно выйдем с активом дома для определения все-таки, стоит ли что-то поменять в проекте или по большинству, которое и было, оно подтвердит ту концепцию, которая была предложена проектировщикам. Но в условиях пандемии общие собрания не рекомендуются. Да и, к сожалению, на настоящий момент изменений по сохранению зеленого двора деревьев и кустарников внести уже невозможно. Деревья, они старятся и, мало того, произрастают там, где проектировщик, возможно, их не предусматривал. Например, как в зоне нахождения коммуникаций подземных. Все деревья, которые находились в этих зонах, они уже сейчас снесены, их 15. И они будут высажены даже в большем объеме в других зонах, где это предусмотрено проектом. Также в управлении энергетики и ЖКХ заверили, сделают хорошо, жильцы волнуются зря. В качестве примера привели двор, в котором уже почти закончены работы по той же программе, по адресу Быстрецкая, 17. Результаты перестройки на Гагарина можно будет увидеть к концу июля.